Медиация базируется на четырех принципах. Первый принцип – это конфиденциальность. И это может быть очень важно в бизнесе, потому что какие-то вещи хорошо бы сохранять конфиденциально. Если партнеры конфликтуют, если партнеры в бизнесе конфликтуют, то очень часто, если конфликты набывают согласности, если о них становится известно, то это может серьезно нанести серьезный урон репутации бизнеса. Известны мировые случаи, что когда узнавали о том, что конфликты у партнеров, у учредителей компании, то компания резко теряла стоимость на рынке, ее акции резко падали. Ну, потому что понятно, что если конфликты, то бизнес в любом случае будет страдать. Мы об этом чуть-чуть позже поговорим. То есть цена конфликта, она всегда есть и часто она очень высока. Цена разглашения конфликта также может быть высокой. Поэтому медиация – это конфиденциальный способ разрешения конфликтов. Медиатор никому об этом не говорит, остается полностью в тайне. Второй принцип – это принцип нейтральности. Медиатор нейтрален, он ни на той, ни на другой стороне, он не является ни адвокатом сторон, он не является ни судьей, и он между, посредник, который между. Но между не в том смысле, знаете, что ему все равно, а между в том смысле, что он и одинаково на стороне одного человека, и одинаково на стороне другого человека. При этом сторон может быть больше, чем одна, конечно же, но вот он одинаково на каждой стороне. Третий принцип – это то, что медиатор не является судьей, он не выносит никаких решений, он не говорит, как правильно, как неправильно, в отличие от третейских, например, судей. И вот стороны сами принимают решения и сами вырабатывают те договорённости, к которым они в итоге приходят с помощью медиатора. И четвёртый принцип – это принцип то, что стороны в медиацию приходят добровольно. Добровольно и осознанно. Это о чём? Это о том, что никто не заставляет, это о том, что я выбираю этот способ, я выбираю попробовать, я выбираю осознанно, понимая, что здесь я получу больше, чем в другом месте. Если медиация длится не одну сессию, допустим, семейная медиация, они длятся практически всегда больше, чем одну встречу. Бизнес-медиации также могут быть больше, чем одну встречу. Если клиент не получает, что он хочет, если он считает, что медиация неэффективна, он всегда может медиацию покинуть. Продолжение следует...